В эфире Народное Славянское Радио. Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 20 марта 2018 года, вторник, по одному из старинных, 19-й день месяца пробуждения природы, 7526-го лета, Асмица. И сегодня в студии я, Алексей Орлов, и наш уважаемый научный, представитель науки, чуть не ругнулся ученый, представитель науки Анатолий Алексеевич Клесов. Здравия, Анатолий Алексеевич! Добрый вечер! И будем мы сегодня говорить про ДНК-генеалогию древних народов. Тема такая очень интересная, много копий было сломано, но вот с точки зрения ДНК-генеалогии, я думаю, здесь многое-многое, что интересное раскроется. Я, как всегда, отхожу в сторонку, предоставляю микрофон и наблюдаю за тем, что происходит. А также напоминаю, что ваши вопросы по теме прозвучат в эфире, и вы сможете таким образом уточнить что-то, может быть, для вас то, что еще не совсем раскрылось, или, может быть, как-то направить в новое русло наш эфир. Но предлагаю все-таки по теме ДНК-генеалогии древних народов. Все, отхожу, предоставляю микрофон. Пожалуйста. Да. Как я понимаю, мы застолбили такую новую тему со студией, в которой будет примерно 30 разделов, если, конечно, все пойдет нормально и будет решено это продолжать, сегодняшнюю тему. Дело в том, что все 30 разделов будут по теме древних народов с точки зрения ДНК-генеалогии. Как она изучает историю древних народов, используя метки в ДНК, как при этом выявляются направлениями миграции, времена древних миграций или передвижения древних народов. Ну и также речь пойдет о том, как это делается с ДНК наших современников и с ДНК-ископаемыми. Ну, подископаемые, имею в виду, что не только обязательно их земли выкапывать, может быть, древние склепы, там, гроты, пещеры и так далее. Короче говоря, древние ДНК. И вот сейчас несколько слов введения. А надо сказать, что это, конечно, совершенно современный новый подход, поскольку до этого этим занималась археология, у которой, как все знают, главный инструмент – это лопата, это кисточка для уже более тщательной очистки найденных предметов. А почему предметы? Потому что археология ищет материальные признаки, то есть это и есть предметы. А историки, естественно, работают с древними фолиантами в библиотеках, с разных древних источников. А вот ДНК-генеалогия занимается совершенно новой методологией – это метки в ДНК. Вот раньше об этом нельзя было и подумать. Вот давайте я приведу примеры, как про это можно подумать раньше, хотя никакой историк, археолог об этом и мечтал. Вот представим себе, что любой вот нашли кости древние, а при них непременно приложен паспорт. Причем паспорт тоже древний, аутентичный, того времени, где написано в этом паспорте и происхождение человека, его, допустим, имя, фамилия, и кто его родитель, откуда пришел, прописка, ну и так далее. Но вы себе представляете, как для археологов задача намного вообще стала бы легче, фантастически легче. Более того, вот, скажем, нашли кости ископаемые, а при них паспорт, допустим, Российской империи, царской России. Ну, понятно, какого времени это захоронение. Нашли паспорт, а в нем уже паспорт Советского Союза или паспорт Российской Федерации. Уже и понятно, что вот оно намного легче работать, и там плюс еще, конечно, предметы есть. Но если даже предметов бы не было, то уже паспорт намного определил бы задачу, как подходить, как осмысливать эти найденные предметы. Ну, вообще, не так все просто, как казалось бы, даже в такой идеальной ситуации. А что, если у кого-то паспорт Российской империи, а предмет рядом лежит с ним, ну, я не знаю, современный, там, патефон выпуска 30-х годов. А как тогда поступать? А получается, что вот паспорт оставил себе человек Российской империи, а патефон, вот, 30-х годов. Уже несколько осложнений, ну, которые можно раскручивать. Ну, а что, если при нем два паспорта? И вот Царской империи, и, значит, Советского Союза, а еще, к тому же, паспорт Российской Федерации. Вот как в таких случаях быть? Ну, надо посмотреть, кто вокруг находит, какие предметы, к чему относятся. Поэтому я сразу показываю, какие проблемы могут быть и с древними захоронениями. Вот эти метки могут оказаться не совсем соответствующими тому времени, которому есть предметы. Как такое может быть? Ну, а на самом деле это сплошь и рядом случается. Просто новые метки не образовались. Метки остались старые, времена наступили. Новые прошли сто лет, а то и сотни лет, а метка все еще старая. Значит, поэтому надо смотреть, какие метки есть в тех костях, которые находятся вокруг. Причем, определенно, от древних людей это может становиться. Короче говоря, каждый раз приходится решать ребус. Даже если ситуация, казалось бы, намного упрощена. Так что за метки? Вот так вот, я напомню, хотя думаю, что те, кто это передача смотрят и слушают, они наверняка уже знают, что метки – это метки в ДНК. Дело в том, что в ДНК человека происходят мутации. Они происходят в среднем, если брать мужскую хромосому, Y-хромосому, они происходят раз в поколение. То есть в среднем каждое поколение добавляется одна, а то и две метки, потому что это статистика. В одном поколении могут вообще ничего не добавить, а в другом сразу две, а то и три метки. Но в среднем, если брать сто поколений или сотни поколений, а то и тысячи поколений, это все уравнивается. Ну, это как бросать кубик нормальный, шестью точками или цифрами. Если бросил два раза, отнюдь нет гарантии, что… Или, точнее, лучше даже не кубик, а будем возьмем орел или решку, монету. Бросил два раза, вовсе нет гарантии, что один раз упадет орел, другой раз – решка. Вполне возможно, два орла и две решки. Но если бросить десять раз, двадцать, пятьдесят, сто, тысячу раз, то уже, вероятно, все более и более плавно подходят к тому, что пятьдесят процентов упадет орел, пятьдесят процентов – решка. Вот поэтому, чем древнее эти кости человека, а речь пойдет, конечно, о человеке, тем более точно выравнивается статистика. И поэтому ее нужно принимать во внимание. Так вот, дело в том, что по мужской линии, если говоря о мужчинах, вот эти метки остаются от отца, от деда, от прадеда, прапрадеда и так далее, сотни, десятки, сотни тысяч и десятки тысяч поколений дальше, до бесконечности почти, говоря о миллионах лет. Вот эти метки набегают, повторяю, в среднем раз поколение, и получается у человека этих меток, на самом деле, если взять всего лишь тысячу меток, меток, то есть тысячу, казалось бы, много, а это всего лишь в среднем, ну, 20-25 тысяч лет. А на самом деле метки прослеживаются миллионы лет. Значит, получается, набегают тысячи и тысячи меток, и с ними уже довольно удобно работать, потому что статистика получается. Значит, далее, хорошо определили, ну, есть метки, а что с ними делать. Вот поэтому, тем не менее, найдя любые человеческие кости из львого источника древнего, склепли, захоронения, камнем придавило, медведь загорится или там какой-то другой тигр, у человека всегда, если сохранилась ДНК, там обязаны быть метки, то есть уже можно с ними работать. Вопрос, а вот если сохранилась ДНК, это вопрос непростой. Дело в том, что человек может попасть в разные условия, это может быть песчаная ситуация такая, может, пещеры, которые даже запечатанная пещера, так получилось, завалила камнями, а мог быть болото, или мог быть тундр с вечной мерзлотой. Вот каждый раз сохранность ДНК, она разная. Понятно, что в болоте она минимальная, не зря вы царские останки, с которыми работали и столько времени ломали голову, они были в болоте, и поэтому прошло всего лишь 100 лет, даже меньше 100 лет. И то, в общем-то, очень было трудно эту ДНК вытащить и определить те самые метки, о которых идет речь. А именно по меткам шло определение. Потому что если это родственники, то у них метки должны быть почти одинаковые, скажем, вот Николай II и его сын. У них метки должны практически все совпадать. Ну, может, какая-нибудь одна проскочила, во всей Юрии хромосоме, поскольку раз в поколение. Но на самом деле это 99,99 в периоде меток, у них одинаковые. Вот так ищут родственников, если так стоит вопрос или так стоит задача. Дальше. Вот, скажем, есть цепь культуры. Есть культура на русской равнии, скажем, срубная культура, потаповская культура, синташтинская культура, андроновская культура, дальше Алтай, позырыхская культура. Есть цепь культур. И раньше, и даже сейчас, конечно, когда археологи работают, они каждый раз ломают голову. Ну, вот эти культуры как-то связаны с друг другом или нет? Это цепь культур, либо культуры разрозненные. Но когда нет ДНК, об этом даже все археологи никогда не думали. Ну, как это определить? Определяют по предметам. Скажем, горшки. Самый такой крейсерский вариант это глиняные, они же керамические горшки обожженные. Вот если горшки похожи, ну, тогда, говорит, эта культура связана одной цепочкой. Даже такое выражение генетически связано, хотя никакой генетики, конечно, археологи не рассматривают. Это такое слово. Расхожие, жаргонные. А вот если горшки разные, значит, тогда культура разная. Хорошо. А если горшки вроде как похожие, а вроде как разные, где-то посередине, ну, тогда я сейчас немножко, так сказать, скажу, упрощу картину, скажу вот так. А это, как скажет начальник. Вот если начальник исторически скажет, что они похожи, ну, тогда вообще археологи берут под козырек и пишут, похожи. И это входит дальше в учебники. Но я вот, понимаете, я так немножко вульгаризирую, начальник сказал, ну, по сути, так оно и есть. Потому что решает, как правило, начальник. Если археолог, имея начальника, будет иметь свое мнение, ну, себя его, как правило, не очень завидно. Если уж только данные не такие уж наглядные, что начальник скажет, что да, вот, ну, деваться некуда, так оно и есть. Поэтому всегда археология, это наука в большой степени гадательная. Хотя, конечно же, без археологов истории бы древней практически не было. Поэтому им только можно низкий поклон принести. Но идут времена, и явно, что в ряде случаев не совсем так получается. Как вот, казалось бы, противоречивое мнение. Многие археологи не согласны, у которых другой начальник. Это называется разно-научные школы. И вот эти научные школы часто конфликтуют. И ситуация запутывается. Поэтому какой начальник более, так сказать, начальник, как правило, то в учебники и входят. Хотя иногда пересматривают, но редко, потому что это очень болезненно. Так вот, когда посмотрели цепь культур, знаешь, вот я, который назвал, срубной культуры, там оказалось одни метки. Взяли культуру Потаповскую, те же самые метки. Взяли культуру Синташтинскую, да те же метки. Взяли культуру вот Андроновскую, те же метки. Взяли Позырыхскую, те же метки. Вот уже мы видим, что это на самом деле действительно культуры генетически связанные. Но более того, дело в том, что это не просто метки. У каждой метки есть свои подметки. Они идут, иерархи ниже, ниже, моложе и моложе. И мы видим, что в срубной культуре одни метки, а уже по этой цепочке появляются другие метки, все ниже, ниже. И мы можем сказать, что те более молодые. И мы видим не только направление передвижения культур, мы видим времена передвижения культур. Более того, мы даже можем считать эти времена. Вот по этим меткам рассчитываются времена, когда обладатели, носители этих меток жили на самом деле. Вы представляете, какое получается у археологов подспорье. То есть можно вообще провести в порядок, пересмотреть вот их найденные их закономерности, картины, а запасники музеев набиты просто костями. И можно просто пересмотреть и либо что-то утвердить, либо что-то поменять. Так вот археологи это боятся пущей огня. Представляете, они в ужасе. А как это вообще возможно? Это ж надо, ну мало того, что мнение начальников надо поменять, а начальники многих уже умерли, но они же уважаемые, они же академики, они профессора, они внесли гигантский флат изучения истории, они эти самые археологические данные показали, объяснили все, написали для учебников эти самые статьи, написали их ученики, и вдруг сейчас, получается, надо менять. Поэтому археологи, это, надо сказать, в общем, это неприятные, так сказать, сведения, но археологи почти все тут же, так сказать, засунули голову в песок, и, значит, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Есть буквально пара археологов, наверное, которые, причем это молодые археологи, которые начали потихоньку делать, но они боятся, потому что, ну, у них же есть свой начальник, чтобы не бояться, нужно быть археологом независимым, финансово независимым, у них семьи, нужно кормить, ну, а как, как такое возможно? В России, к сожалению, археологи независимы, только разве, что черные археологи, у которых профессия другая, нет такой профессии черные археологи, а чтобы быть археологом академическим, профессиональным, действительным, то, как правило, зарплата такая, что независимости даже и думать не приходится. Вот поэтому такой парадокс, такая дилемма, и пока Российская Академия наук на это не обратит внимание, ну, будет, к сожалению, археологи будут шарахаться от ДНК-генеалогии. Так вот, как понимаете, это совершенно новый подход. И чтобы составить, например, представление, что такое метки, можно так сказать, что вот у каждого человека, сидящего перед экраном или слушающего, если это радио, то у него есть набор меток, и вот эти метки как бы его квартиры. А если в доме живут родственники, вот, допустим, на всех этажах живут родственники, то у них метки отличаются друг от друга от степени роства, ну, вот есть метки вот в этом доме, а есть метки районные, а есть метки областные, а есть метки там краевые, там, республиканские, национальные и так далее. То есть, можно продвигаться от уровня к уровню и смотреть, где вот, как можно писать данную картину. Так вот, значит, как раз это и было введение, несколько больше, чем я предполагал, но надо понять и показать, в чем суть нового подхода, и почему этот подход для многих кажется, ну, просто жутко опасный, потому что очень многое приходится менять. Вот пример. В учебниках во всех написано, что ямная культура, такая есть на русское равнение, из нее вышла срубная культура. Взяли кости из ямной культуры, срубной культуры, показали тут же, что метки-то абсолютно разные, все эти наборы меток, они имеют свои индексы, и в ямной культуре оказались метки класса R1B, а в срубной культуре класса R1A. Ну, понимаете, это примерно как ребенок от отца своего, или от соседа. Ну, либо-либо, не мог быть, если сосед, мне кажется, братом, такое печальное обстоятельство, тогда уже не отличить. А так сразу становится ясным. И вот так же вот как раз ямная культура, срубная культура это разные классы ДНК, а значит из ямной культуры срубная никак не могла произойти. Открываете учебники, читаете везде, что да, срубная культура произошла, это ямная. И вот таких примеров сколько угодно. Теперь переходим вот после такого введения, когда стало ясно, в чем суть и какой аппарат используется, повторяю, можно рассчитывать, можно предметки, можно их разводить по разным группам и классам, у них есть свои подметки, можно изучать иерархию и можно считать времена, когда жили носители этих меток. Но когда берут ископаемое ДНК, то уже есть два показателя. Во-первых, время, когда было захоронение, может датировать, как делают это археологи, к сожалению, редко делают, скажем, радиоуглеродным методом. Но это, дай бог, в российской археологии это редко, обычно это на глаз, называется стратеграфия, когда просто по аналогии, вот там слой такой-то в одной культуре или в одном захоронении, то слой такой-то, ну, значит, слои сравнивают и считают, это похожий слой или разный слой. Вот, за рубежом ситуация лучше, там обычно применяют как раз объективные показатели, но у них тоже к нему много претензий, потому что, ну, разные проблемы с этим бывают, не тема для разговора. Так вот, тут можно определить, сравнивать, вот археологическая датировка одна, а датировка ДНК другая, они вовсе не должны совпадать, потому что мог прийти человек со стороны, у него свои метки, вот он в этой культуре погиб, его, значит, захоронили или просто так его нашли, а у него метки совсем с другой стороны. Вот это тоже любопытно сравнивать, где свои, так сказать, а где чужие. Это мог быть проезжий купец, это может быть раб, это может кто угодно, поэтому метки могут быть совершенно другие. А археологи, понятно, принимают, раз он здесь, ну, значит, он к этой культуре принадлежит. Вовсе не обязательно. Так вот, первый вопрос. Арии. Кто такие арии, откуда появились, куда ушли, исчезли арии или нет? И вот здесь идет, ну, я не то скажу путаницы, это просто разные подходы. Вот есть такое понятие парадигмы, в науке обычно применяемые парадигмы, это комплекс таких вот вроде сведений, с которым все соглашаются даже без обсуждения. Ну, так вот, так принято считать. И поэтому, берем, например, Википедию. Ну, Википедия не очень хороший, конечно, источник, когда что-то новое ищешь. Там, кто автор написал, вот оно в Википедию попало. Ну, хороший источник, когда данные уже устоялись, они старые, и надо узнать, а что про это думает академическая наука, ну, например. Поэтому берем Википедию и смотрим, что арии, это на самом деле, это арийские языки. То есть, арии приравнивают к языкам. Потому, изучают языки. Ну, а как археологи могут изучать людей? Собственно, они языки, конечно, изучать не могут. Нет в захоронениях ни паспортов, ни языков. Поэтому здесь, как правило, очень часто по понятиям. Ну, так вот принято считать. Ну, и оттуда поехали. Поэтому, что в Википедии написано? Читаем. Арийские языки, они же индоиранские, связаны с миграциями древних индоиранцев. Ареал расселения современных носителей индоиранских языков простирается от Памиры, Бенгалии, Шри-Ланки до Анатолия, Сирии, Северного Кавказа. Ну, не так, чтобы очень информативно, потому, что на Северном Кавказе есть, понятное дело, и тюркские языки, они же в Анатолии. Но, тем не менее, ну, что есть, то есть. Дальше, смотрим дальше. Арии, а также индоиранцы, это название народов, говорящих на языках индоиранской группы. Значит, вот, пожалуйста, приравняли ариям к индоиранцам. Поэтому, неудивительно, когда читаешь, значит, в исторических, академических учебниках, статьях, что на Днепре 5000 лет назад жили иранцы. Или на Днепре жили индоиранцы. Начинаешь ломать голову. А это просто жаргон. Ну, понятно, что я уже голову не ломаю, привык, но это вот для человека чуть-чуть стороннего, для него, конечно, тупик. Он думает, понятное дело, что из Ирана пришли на Днепр и там жили. Или из Индии пришли на Днепр и там жили. Очень много путаница тем делом у неспециалистов. Масса популярных книг, статей, где вот именно так и написано, что жили пришельцы с Ирана. На самом деле, никакого отношения к людям это не имеет. Потому что эти языки нашли впервые на иранском плато, там, в Персии. И решили, что вот такая структура языков, давайте назовем ее иранской. Это вот такое-то там светподвижающее, там сказуемое, такая-то лексика. Пусть это будет называться иранскими языками. А потом по ряду косвенных данных вычислили, что вот на Днепре жили люди, которые говорят на каких-то подобных языках. Значит, там жили иранцы. Вот это классический вариант, как работает лингвистика в приложении к истории древних народов. И сейчас это уже не поменять. Потому что они резонно говорят, ну пусть путаются не специалисты. Мы-то знаем, что мы говорим. А там народ массы. Ну ради Бога, пусть считают, что были иранцы. Нам-то какое дело? Вот это классические варианты. Поэтому получается, что в Аркаиме, оказывается, на Южном Урале жили иранцы. И на самом деле вот есть письмо там члена Политбюро, которое написал туда в Аркаиме большому начальнику, тоже он написал, что это ценно место для изучения. Там жили народы, пришедшие из Ирана. Он-то не знал, член Политбюро, но он читает, что жили иранцы. Вот иранцы. Но понятно, что ученые говорят, ну а это его личное дело. Мало что он там в чем путается. Мы-то знаем, в чем дело. Вот такая ерунда идет, и тут ничего уже не сделаешь. Но правда, там принято называть языки по территориям. Не важно, когда пришли на территорию. Ну вот так начали с этого дела. называли. Ну это, например, так же, как называть канадцы, говорят на канадских языках. А швейцарцы, говорят на швейцарских языках. А жители Монако, говорят на монастских языках. Ну вот это примерно так. Но лингвисты, опять же, говорят, и правильно, но это ваше личное дело. Хотите считать, что там монастские языки в Монако. Считаете, а мы-то знаем, что... Вот поэтому Арии связывать никак нельзя, хотя это уже давно было установлено. Ну, в ДНК генеалогии своя система знаний. В ДНК генеалогии Арии-то люди, а не языки. Уж какое, какие языки у них получились, что Арии могли пойти в другую сторону, они могли отуречиться и говорить на тюркских языках. Поэтому по, значит, лингвистике история никак не Арии, а по меткам, которые там у них находятся. Это самые, так сказать, натуральные Арии. Так вот, если спрашивают лингвистов и историков, ну, откуда Арии взялись-то? Они не знают. Потому что Арии впервые рассматривают в Причерноморье. И потом они, эти Арии, ушли по степям или со степям, ушли на восток, и дальше непонятно что. Ну, похоже, что Арии все-таки были на Южном Урале, они, похоже, были в Андронской культуре, а дальше опять провал. Арии, вроде как, по логике, должны быть в Индии и индийцы называют себя ариями, но археологи не нашли ничего, чтобы показано, что Арии перешли откуда-то, из севера и перешли в Индию. Археологический провал. Поэтому здесь проблемы. А вот инкогенеалогия тут же нашла, что в Индии это обладатель тех же меток, точно тех же меток людей, которые жили на Южном Урале. Можно уже не копать. Конечно, копать неплохо, найти там какие-то предметы, но уже ясно, что Арии это те самые люди. И поэтому можно узнать, откуда они пришли, собственно говоря, тогда Арии при Черноморье. Оказывается, пришли из Европы, а в Европу они пришли совсем из дальних краев. На самом деле Арии появились впервые, сути по всему, в Алтайском регионе. И вот они оттуда пришли, появились они 20 тысяч лет назад, пришли они оттуда и в Европу, и пришли они в Европу примерно, ну, по меньшей мере 10, а то и 12 тысяч лет назад. И вот даже из Европы они примерно 5 тысяч лет назад пришли на русскую равнину, расщепились на несколько направлений, и ушли одни ушли на восток до Урала Южного, и далее одни ушли в Индию, а другие продолжали путь до Алтая. И стали скифами. Вот скифа это на самом деле группа Р1А, это потомки Ариев. Далее, почему Р1А? Потому что везде, где есть Арии по признаниям лингвистов и археологов, везде идет метка Р1А. Это та самая метка, которая находится в Греке хромосомеденка. Еще одна группа Ариев ушла на юг через Кавказ, одни стали хетами, а другие стали метанийскими ариями. И опять же, историки не знают точно, а куда, собственно говоря, откуда они попали вот в Сирию, в Метане, там до царства Метане, примерно, 4 тысячи лет назад, и непонятно, откуда они попали, потому что меток-то нет, предметы, все уже другие, раскопающие языки похожи на те, которые в Индии. И решили, что то ли это из Индии пришли они на Ближний Восток, то ли они из Ближнего Востока и пришли в Индию. Они на самом деле разошлись типа звездой с юргской равнины и вышли частью туда, частью в Индию, частью на юг. Теперь, говоря о Метане, царство Метане, вот опять же историки ломают голову, откуда появились Метане. И вот я вам сейчас дам пример, как историки работают. Они решили, что пришли они в Арии северо-западного Ирана. А почему северо-западный Иран? А потому, что там, оказывается, есть область, которую древние греки называли Матианой или Матиеной. Ну, Метане вроде похожи. Вот почему я никогда, у меня, я недолюбливаю все эти вот, понимаете, семантические вещи, это сопоставление слов разных, потому что никогда не знаешь заранее, какие слова получатся, какие правильные имеют корни, какие неправильные. То, что называют иронически народная этимология, но на самом деле вот именно этим занимается очень много историки. Причем есть Матиана или Матиена, причем есть северо-западный Иран. когда сравнить вот этих вот метки в ДНК на Ближнем Востоке, в частности, в особенности, это Сирия, это Саудовская Аравия, это Бахрейн, это Оман, это Кувейт, но это один к одному с метками у половины современных этнических русских, с русской равнины. То есть это точно сопадает с картиной, которую ДНК генеалогия нашла для путешествий Арии. То есть когда Арии 5000 лет назад пришли на русскую равнину и датировка современных этнических русских половинных 50 процентов, это 4900 лет назад. И вот те самые Арии пришли на Ближний Восток, у них вот я сейчас как раз работаю на статье, которая скоро появится на сайте Переформат и изучаю вот как раз метки арабского мира. И вот если взять сопоставить сотни вот этих ДНК меток по всем странам арабского мира и сопоставить их с этническими русскими, в них на 67 вот таких вот разделов там всего лишь две мутации и 67. То есть настолько близко родство, но ближе к этому просто не бывает. Поэтому я иногда шучу, когда вожди Советского Союза называли братский арабский народ, они на самом деле, правда, имели в виду другое, но они точно попали вот в те выводы, которые делает изучение ДНК. Это действительно братский арабский народ, по крайней мере, часть его. Они повторяют точно совпадают с ДНК русских. Вот вам, пожалуйста, пример. Для чего нужна ДНК генеалогия, как она изучает историю древних народов, как направления и времена миграции. Поэтому становится понятно, что северо-западный Иран, все эти матианы или матиены не имеют ни малейшего отношения к тому, что было на самом деле. Но, опять же, это вот я взял из Википедии, там это в Тарикене написано, причем со ссылкой на академических историков. Поэтому, читая историков академических, тех, кто не перепроверяет свои данные перекрестно с данными ДНК генеалогии, их уже, я не знаю, как кто, я серьезно уже не принимаю. Потому что они должны бежать по направлению к ДНК генеалогии, брать на вооружение методологию, брать на вооружение изучение древних ДНК и изучать. То, что они этого не делают, это трагедия современной исторической науки, трагедия современной археологической науки, трагедия современной российской академии наук. Вот слова, так сказать, серьезные, резкие, но это на самом деле так и есть. Пункт второй тогда это русы. Да, вот, кстати, все-таки закончить про ариев. Я повторяю, что именно отсюда было взято и вычислено и показано, что половина этнических русских это прямые потомки ариев. Потому что арии, которые пришли из Европы на русскую равнину, у них основная метка была первая в этом ряду, они все пронумерованы, уже десятки тысяч этих меток пронумерованы, у них специальные индексы, показано, какой именно, какой нуклеотид во всей Y-хромосоме, там 58 миллионов нуклеотидов, какой нуклеотид, по каким номерам к этой метке относятся. То есть там работают люди, эта наука серьезная, и она очень глубоко уже прокопала. Так вот, арии, которые образовались меткой пять с половиной тысяч лет назад в Европе, эту метку назвали, не зная о том, что не арии, просто нашли такую метку, это метка под названием Z645. А далее вот этот Z645 пришел на русскую равнину, у них образовалась уже нижестоящая метка под названием Z2123. Дальше в срубной культуре уже и Z645 и нижестоящая Z2123. Потаповская культура тоже самое, пришли на Южный Урал в район Аркаима и там те же самые Z645, Z2123 очень нижестоящие. Берем индийцев, у них у всех индийцев носителей гоплогруппы R1 у всех высших кастах по крайней мере у них у всех Z645 Z2123. То есть я пока не нашел из многих людей ни одного, у которых были бы какие-то другие метки гоплогруппы и Р1. Дальше мы парков на Алтай, берем скифов, у них метки Z645, Z2123 плюс нижестоящие. То есть скифы они потомки ариев. идем на Ближний Восток. Все арабы носители гоплогруппы и Р1 имеют метки Z645, Z2123. Так вот, этнические русские имеют Z645 половинных, а вот Z2123 они не имеют. Значит, получается, когда пришли арии на русскую равнину, они принесли Z645, оттуда пошла линия славян, а вот Z2123 это пошла другая линия, это те самые, которые пошли на юг, на восток по степным, лесно-степным полосам, и они прошли через Среднюю Азию, и у всех среднеазиатов, у которых потомки у них Z645, Z2123. Они же у татар, они же у многих чуваши, они же у алтайских хакасов, это все Z645, Z2123. И вот когда мы для того, чтобы узнать, а кто напрямую произошел от древних ариев, а кто от скифов, мы смотрим датировки, мы видим таджики общепредок жил около 5000 лет назад, то есть это прямые потомки древних ариев, а киргизы у них общепредок жил уже в нашей эре 4-й 9-й век, это потомки скифов, хакасы потомки скифов, у них нет группы, которая была бы древности вот туда, куда мы уходим, поэтому, а вот взять древних арабов, у них общепредок жил группа эра 1-а, как раз вот 4500 лет назад, немножко поменьше, чем у этнических русских, понятно, почему, надо было дойти еще от русской равнины до времени, открываем учебники, смотрим, а когда жили эти самые метанистские арии, а жили они примерно 4000 лет назад, но понятно, что археология не может добраться до нижнего уровня, она ориентируется на предметы, которые нашли материальные признаки, но вот они пришли туда примерно возможно 4000 д, 4100 лет назад, вышли они около 5000 лет назад, и вот как раз это и есть времена метанистских ариев, примерно 4000 лет назад, некоторые датируют 3600 лет назад, нет, ничего не меняет, датируют потому, что так датируют древние предметы, и вот еще, кстати, интересный момент по поводу ариев, оказалось, что поскольку они арабов, арабы они мусульмане, и вот там есть такой клан Курейш, это наверное самый заслуженный арабский клан, из него вышел пророк Магомед, он же Мухаммед, Магомед это французская транскрипция, а Мухаммед это арабская или Мухаммад его называют, и он создатель ислама, и вот в этом клане оказалось немало количества гоплогрупп R1A, то есть это и самые арийские, причем R1A, Z645, Z2123, и еще там есть одна тоже ниже стоящая L657, которая тоже полна в Индии. Так вот, дело в том, что сначала, когда эти арабские шейхи, которые, они вообще очень интересуются генеалогией, вообще арабы это люди, у которых вообще интересная есть черта, они очень уважительно относятся к своим предкам, и поэтому они одни из первых, которые тут же помещались брать ДНК на анализ, изучая свою ДНК генеалогии. И вот у многих оказалось и Р1A, что их напугало, потому что до этого уже изучили немало в арабском мире ДНК, и нашли, что самое широко известное там это J1, и считалось, что J1 и самые настоящие мусульмане, самые такие мусульманистые мусульмане. И вдруг оказалось, что у ряда шейхов R1A, они перепугались, стали прятать свои сведения, никому не говоря, и вдруг появилось сведение, что оказывается в клане Курейш, откуда вышел вообще Мухаммад, у них там у многих R1A, и вот буквально за год-два эта R1A стала там престижной, то есть уже никто не стесняется, уже публикует активно, что у них R1A, потому что чем черт не шутит, никто не знает, а вдруг у Мухаммада, мир неба над его головой, как обычно прибавляют арабы, у него вдруг оказывается R1A, и это, понимаете, стол будет перевернут полностью, получается, что создатель ислама оказывается группа R1A, и тогда будет стоять очередь за тем, чтобы узнать, а вдруг у них R1A. Поэтому тут интересно сведения и политика затрагивает, но и когда меня спрашивают, что может быть все-таки вы сделаете, возьметесь за тому, что у Мухаммада определить гоплогруппу, он же есть, мумия его лежит, то ли в Мекке, то ли в Медине, но лежит его мумия, рыжебороды, волосок из бороды выдернуть, а можно, урона ему никакого не будет, а можно гоплогруппу определить. Я говорю, ни за что. Вот я за это дело не берусь и другим не советую, потому что будет большое коропролитие, ни к чему это. Как оно осталось, пусть так и идет дальше, потому что начнется подковерная борьба, а после какого-то этапа подковерной открытой начнется день и ночь длинных ножей, потому что начнет шататься эта система и одни шейхи, которые сейчас как захудалые на них смотрят, они только как и родина, как у Мухаммада, они начнут бороться за власть и поднимется резня, начнется. Поэтому ни к чему это, не надо, чтобы вот эти ДНК вещи пронесли зло в этот мир, надо, чтобы народы объединялись, а они разъединялись на основе, понимаете, меток ДНК, о котором там тысячелетия. Теперь коротко о русах. Кто такие, откуда появились, куда передвигались, какая связь с современными русскими, какая историческая связь со славянами, в чем эта связь выражена. Дело в том, что русов в наукоисторических такая же путаница, если еще не больше. Одни выводят Русь от скандинавов или русов от скандинавов. Объяснения самые путанные, как правило, по понятиям надуманные или подтасованные, а и то, и другое, и третье. Другие не согласны, выводят Русь или русов от славян. Третья спарит и то, и другое, говорят, что русы это вообще не этнос, это военная корпорация, ну как бы сейчас вот, понимаете, взяли военных офицеров и сказали, что это вот этнос, да нет, там из разных этносов полно, а русы это просто военные, это корпоративная такая была древняя верхушка. В итоге, что пишет в Википедии про русов, цитирую, точная реконструкция остается ненадежной из-за недостатка и противоречивого характера источника. Все, на этом историческая наука пасует, дальше не проходит. И поэтому, когда вот так горлом берут друг друга, доказывают, что русы это были третьи, ну ерунда это все. Это гадания на кофейной гуще, это ангажированные ученые, они пытаются подогнать эти конструкции по своим идеологическим взглядам. Большая группа людей считает, что это скандинавы, что русы это на самом деле скандинавы, что русы это действительно никого отношения к славянам не имеют, а славяне вообще так сидели на деревьях, ничего не делали, ленивые были, только что бананов не хватало при климате средней полосы. Что говорит ДНК генеалогии? Она смотрит на метки ДНК современных русов, то есть современных этнических русских, их древних предков, и определяет, кто они были такие, где жили, откуда пришли и куда оттуда ушли. Что получается? А получается то, что надо бы сесть вместе и археологам, и лингвистам, и этнографам, и антропологам, и ДНК генеалогам и вырабатывать общую картину, консенсусную картину. Вот это моя мечта. Но я уже сказал, почему она пока несуществимая, потому что, как они боятся перечисленные все профессии, кроме ДНК генеалогии, что слишком нужно сильно менять. Если бы это собралась, допустим, группа академиков, которые диктуют правила, другой был бы разговор, но зачем это академикам, они уже и так академики, собственно, зачем им это надо? Им это надо было бы только потому, что если бы они действительно хотели найти, ну если не истину, то приближение к истине, если бы они искренне хотели изучать объективную историю русских народов. А таких академиков, судя по их энтузиазму в отношении ДНК генеалогов, их или нет, или очень мало, и они практически не информированы, не знают они этого. Они слушают своих шестерок, пардон, которым говорят, что ни за что, ни за что ДНК генеалогов не надо трогать, это вообще, это уже наука, не надо туда вообще до ней касаться. Вот так обсудило в современной российской академической науке. Так вот, более того, если кто-то вот так подаст гранты в системе Академии наук, что будем для изучения этого дела русских брать данные ДНК генеалогии, пиши пропало, грантов они не получат, потому что именно эти самые шестерки, я прошу прощения, но так получается, они диктуют сами, кому давать гранты. А не академики решают, кому гранты давать, а решают на уровне старших сотрудников, заведующих лабораториями, которые боятся как огня, что скажут они, куда же вообще полезли, это же лженаука, как нам сказали. И вот такая картина получается. Поэтому, что говорит ДНК генеалогия про древних прорусов? Оказывается, что прямые предки современных русских, этнических русских, гоплгруппы Эродина, почему говорит этнических, это не те, которые были, допустим, карелами, а записались русскими. Карелы это очень хорошо, ничего плохого там нет, но у них уже другие метки в ДНК. или это татары, или это азербайджанцы, или это грузины, армяне, там кто угодно, молдаване. Они не этнические русские, хотя даже в паспорт написано русские. Есть правила, кого наук выбирает из этнических русских. Там и язык родной, язык родной более-то в нескольких поколениях, и предки жили несколько поколений на территории современной Российской Федерации, а именно ее центральной части. Ну, поэтому этнические русские это уже можно и там ошибку совершить, доказано, что их предки жили в фатьяновской культуре, в фатьяновской археологической культуре, датировка 4300 лет назад до 3500 лет назад. Вот в этой фатьяновской культуре и жили то, что я назвал, а деваться некуда, так назвать надо, древние русы. Они те же гоплогруппы родина, те же признаки. Казал бы, ну, чтобы археологам не назвать их русами, ну, во-первых, не назвали, потому что, во-первых, не принято, я уже сказал, почему? А еще потому, что древних русских не было. Вот такая парадигма, такая аксиома, такой постулат. Представляете, древние ирландцы были, древние евреи были, древние японцы были, древние китайцы были, древние скандинавы были, кто угодно, все были древние, А вот древних русских не было. Всё, ни древних славян не было. Ну, древних славян не называют кого, это уже первое тысячелетие нашей эры, начиная примерно с VI века нашей эры. А вот раньше древних не было. Древние американские индейцы были, понятное дело. Были они и 15 тысяч лет назад, 13 тысяч лет назад. А вот древних русских не было. Так считает академическая наука. То, что Ломоносов говорил о древних славянах, что они жили ещё до Рождества Христова, современная наука, она картина Ломоносова носит на руках академическая. Но вот такие положения у Ломоносова она не принимает. Просто обходит молчанием. Опять голова в песок засунутая. Вот тут Ломоносов, ну, что Ломоносов был неправ, никто так не говорит. Это икона, так не принято. Но вот то, что он говорит, это было не так. Это некошерно. Вот причем я вкладываю в некошерно, здесь двойной смысл. Кто соображает, тот догадается. Почему в современной академической науке это некошерно, древние славяне? На каких гарантов на это не получить? Историческое начальство озлится, хода не даст. А независимых историк, повторяю, откуда они в современной России? Причем на те зарплаты, которые они имеют. Так вот, древние русские жили в оттянской культуре. Между Белоруссией и Уралом. Гоплогруппа Р1а, повторяю, как у половины современных русских. Было это, как вы видите, около 5000 лет назад, но это только половина русских, этнических. Еще одна шестая часть их подошла со стороны Урала, но это было относительно недавно, это было уже в нашей эре. Ну, 2000 лет назад максимум уже натянуть на 3000 лет назад. А Р1а жили около 5000 лет назад. И еще одна шестая часть современных славян, и частью они этнические русские, они подошли с Дуная, с Балкан. Но это уже начало нашей эры. Если историки решат, что и те, и другие, и третьи были древними русами, и те, кто пришли с Урала, и те, кто пришли с Дуная, и те, кто жили испокон веков, а именно 5000 лет назад практически на русской равнине, если историки решат, все русы, ради бога, только пусть аргументируют. Как историки договорятся? Потому что ДНК-генеалог уже закончилась на этом деле, она дала сведения, а что дальше было, меня, честно говоря, что историки решат, меня уже не сильно, признаться, беспокоит. Там тоже будут разные варианты, политические вещи будут приняты во внимание, начальник будет принятого внимания и так далее. Так вот, из флотянской культуры древние русы разошлись по разным направлениям, в основном на запад. Одни передвинулись на Балтику, русы древние, и стали балтийскими славянами. Половина тех русов, потомков их, составляет половина литовцев, половина латышей, половина эстонцев. С финнами картина другая, у них древних русов в ДНК практически нет. У них до 70% это как раз древние уральцы. Так вот, это латыши, литовцы, эстонцы, наполовину, так сказать, фигурально говоря, наши люди. Остальная половина, повторяю, подошла шестая часть, например, нет, остальная половина литовцев, латышей, эстонцев, подошла с Урала в начале нашей эры, через 2000 лет, когда там русы уже жили 2000 лет, они с ними сдружились. И в итоге никакой особой там ассимиляции не было, языки стали у литовцев, латышей, балтскими, так лингвисты их называют. А повторяю, носители родина жили там не то что с 5000 лет назад, а жили там с 7-8 тысяч лет назад. Это культура гребенчатой керамики, это, ну там много разных культур, а вот арии подошли, примерно, 5000 лет назад. Так вот, те, кто придвинулись на Балтку и стали балтийскими славянами, они образовали лужицкую культуру 3200 лет назад, поморскую культуру, которая была после лужицкой, но и вот как раз восточная Германия, наполовину это те самые древние русы, те самые древние славяне, наполовину восточной Германии, в западной гораздо меньше. Но они анимечились, там была трагическая история, они были аремен, то есть как сказать славянами, ну я не знаю, ведическими, можно сказать языческими, хотя это мне не очень нравится слово, как угодно. Они были дохристианскими славянами. И там было, конечно, огнем и мечом, их, так сказать, аналоги крестоносцев их покоряли, и анимечивали, обращали в католичество, ну многие ушли в протестантство. Так вот, тем не менее, сейчас огромная часть восточной Германии, это как раз потомки славян, они говорят на немецком языке, были насильственно анимечены. А гопалгруппа у них осталась и родина. Третья часть древних русов передвинулась на Балканы, и там сейчас много и родина потомков оттянской культуры. И дальше история почти фантастическая по звучанию. Я это говорю уже без опасения, потому что те, кто высказывал такие соображения раньше, их поднимали на смех. И вот когда я был в Сербии и говорил там с целым рядом сербских историков, они говорили, ну так оно и было, и вот они мне как раз набросали картину, и я сейчас поражаюсь, насколько сербские историки глубоко осмыслили данные, которые не имели. Не зная ДНК генеалогии, они были в большой степени правы. Дело в том, что они передвинулись на Балканы, фатьяновцы, они же древние русы, а тут они частью перешли по Флагонию, это север Турции, это южная часть, южное побережье Черного моря, рядом Лидия, а рядом Трое. То есть на самом деле туда, куда пришли древние русы, они же фатяновцы, там просто минимальное расстояние до Трое. И поэтому то, что сербы утверждают, что славяне древние защищали Трою, это, судя по всему, имело место. И вот почему. Это не просто вот я сейчас следую тому, что говорили сербские историки. Я восхищаюсь тем, что они докопались до этого. Дело в том, что я открываю Татищева, историю государства российского, и читаю у Татищева, что древние славяне жили по Флагонии, а также близ Сирии. Это как раз всё рядом. Так вот, вот это положение Татищева, а это на самом деле повесть временных лет, у Татищева был его перевод, оно изъято из современной повести временных лет. Кому кажется это безумием, кому кажется это диким до неправдоподобия, возьмите повесть временных лет, переводит Татищева, и там именно это и про серию по Флагонию там сказано. А кто это изъял из повести временных лет? Ну, я этим не копался специально в этом, но могу дать намёк. Сделал это, судя по всему, академик Лихачёв, который и был редактором последних изданий при его жизни повести временных лет. То, что он был норманистом, то, что он был, я должен огорчить многих, он был довольно активно русофобом. Дело в том, что Лихачёв подняли либералы на щит во время перестройки, именно поэтому. И поэтому, кто там старшее поколение помнит, когда Лихачёв на самом деле выплыл? Он выплыл как раз вот уже в Горбачёвские времена. Но до этого, конечно, он на Соловках был, он сидел. Я не знаю, по какому делу. Интересно было бы посмотреть, насколько его тогдашние обвинения были связаны с тем, что потом, чем он занимался. Но, тем не менее, хочу огорчить поклонников Лихачёвы. Кому это не нравится, берите первоисточники, смотрите. И, пожалуйста, выступайте, пишите письма мне, я с удовольствием их рассмотрю. Если окажется, что это не Лихачёв, выкинул про Пафлагонию из «Повесть землиных лет», я на следующей передаче поправлюсь и скажу, что под каким-то данным, вот, пожалуйста, это был не Лихачёв, это был какой-нибудь Вася Пупкин, который редактировал все претензии к нему. Так вот, когда они перешли, русы и древние славяне, фатьяновцы, это здесь синонимы, они перешли в Пафлагонию, Лидию и Трою и были, судя по всему, защитниками Трои, потому что после падения Троя защитники Троя, оставшиеся из живых, были взяты в плен. И, как говорят там древние историки, это уже историки античные, под начальством Эта Нора, они были привезены сначала на территорию нынешней Венеции, там Венецкое озеро, сразу у людей, видимо, щелкнув в голове по поводу Венетов и Венедов. Так вот, там территория, возможно, с тех пор так и называются Венеты и Венецкое озеро, а были они, как писали античные историки, назывались Энеты в те времена, их повезли дальше на северной Дриатике, и они составили население древней Иллирии и Фракии. Кто помнит, кстати, Спартак был фракийцем. Я не удивлюсь, что Спартака, а Гоплогоперодина, потому что Фракия была заселена в большой степени как раз древними потомками, как раз защитников Трои, это славянами, древними русами и фатьяновцами. Так вот, из Иллирии и Фракии потянулись как раз древние передвижения людей, которых назвали Венеты, а потом Венеды. И этом уже даже историки начала нашей эры, типа Тацита, они сводятся к тому и пишут, что Венеты – это были древние славяне. Вот видите, цепочка, она замыкается. И вот были линии Венетов, которые из тех краев, они ходили на Балтику, образовали янтарные пути, продавали янтарь, а часть Венетов, они передвинулись ближе к проливу Ла-Манш, это Британия или Британь, которая не Британия, а Британь, это территория нынешней Франции, и они там жили. И с ними сражался как раз Юлий Цезарь, который отдавал им должность, что они были хорошими мореходами. И, в общем-то, была у него задача их средствовать садь земли, но не получилось, они выжили. Так вот я к тому говорю, что вот этого ничего в учебниках вы не найдёте. Потому что это шаг в сторону. А шаг в сторону современной академической и исторической науки означает, понятно, что означает побег. Вот, так сказать, тема эта табуированная, потому что начать с того, что древних славян не было. Поэтому какая может быть о них идти речь? Но не было древних русов, русы были скандинавы, и всё. Вот так вот говорит нам и современная историческая наука. Аргументации там нет, потому что это религия. А в религии, как мы знаем, аргументации нет. Это надо верить. А если, как в любой религии, там нет аргументации. А если религии там нет, кто-то начинает аргументировать, то растрига. Вот, так сказать, картина современной академической науки. Ну и дальше я просто под запятую, поскольку мой час уже истекает через несколько минут. Если будут вопросы, я на них отвечу. Так что кому покажется недостаточным, вот задавайте вопросы на часе вопросов. Почему у таджих и киргизов высокое содержание гопологруппы Р1А? Какая связь этого со славянами и русскими? Какая связь с индийцами и иранцами? Ну, я думаю, что из того, что я сказал, уже понятно. Потому что арии, которые шли вот как раз этим путем с русской равнины до Южного Урала, а потом из Средней Азии на Иранское плато, а из Южного Урала в Индию, а потом до Алтая, они как раз оставили массу потомков по тем местам, к которым они шли. Это же не просто они там маршировали, они там жили. Они жили столетиями, они оставили себе селение, там деревни, как хотели называть, кишлаки, или как там в Средней Азии сейчас называется. Они там жили, естественно, появлялись дети, они смещались дальше, дети оставались. И поэтому в Средней Азии масса потомков носителей древних гопл-групп Р1А. Теперь, когда говорят, что вот у таджиков, у них там 60% с лишним Р1А, это все сильно преувеличены. Эти старые данные, которые брали тогда, и популяционные генетики их брали, когда еще было статистика крайне мала. Ну, там 10 человек, из них 6 оказалось Р1А. А вот он, 60% населения. Вот вам новые данные. Сейчас выборка составила недавнее 1023 человека. Это регион Средней Азии, Афганистана. Так вот, среди пуштунов 54% носителей гопл-групп Р1А. Это потомки скифов. У них общий предок жил уже в нашей эре, тысячи с лишним лет назад. Дальше, среди таджиков 27%. Но зато общий предок был около 5000 лет назад. Это прямые потомки древних ариев. У узбеков 26% Р1А. То есть, примеры, как у таджиков. А у киргизов 51% Р1А. Опять от скифов. Это общий предок жил в 4-9 веке нашей эры. Киргиз, как известно, были и енисейские киргизы. Это как раз недалеко относительно от скифов Алтая, культура скифского круга. Но, тем не менее, все они потомки древних ариев. Повторяя скифы, гопл-группы Р1А. Здесь промежуточное звено. Теперь тема интереснейшая. Я думаю, что может есть смысл перенести на будущее выступление. Это когда и где появился древнейший человек. историю развития, образование Homo sapiens или человека разумного. Когда и где он появился. Я опять скажу сейчас конспективно несколько слов. Потому что когда и где – ответ простой. Наука это не знает. Но данные идут один за другим. И картина сейчас, пример, такая. Самые древние предки наши – это приматы. Более того, я надеюсь, не все обидятся, но макака – это отчет времени, когда жил общий предок человека и макаки. И было это примерно 25-30 миллионов лет назад. Но там макак было десятки видов. А какая из них макака пока неизвестна. Если сравнить ДНК макаки, взять ее с зоопаркой, взять у нее анализ на ДНК, и человека больше 90% ИГР хромосомы – совпадение у человека и макаки. То есть это понятно, это был у нас с ними общий предок. Далее, эволюция человека проходила вот со стороны макаки через орангутаны. Это общий предок орангутаны нынешнего человека. Я не говорю орангутанга, а теперь принято говорить орангутаной писать. Это 15-18 миллионов лет назад. Потом гориллы, общий предок с гориллой – это 10-12 миллионов лет назад. А потом шимпанзе – это 4-6 миллионов лет назад. У всех у них ДНК, а именно ИГР хромосомы, более чем на 90% совпадает с человеком. А вот у шимпанзе там же 96-98% совпадения. Вот в моей книге «Ваша ДНК-генеалогия» там приведены и конкретные данные, прямо приведены фрагменты ДНК, из которых мы уже видим ДНК человека, и неандертальца, и шимпанзе, и денисовского человека, и многих других. Так вот, потом, примерно 2 миллиона лет назад, появился Homo erectus. И Homo означает «человек», то есть это был первый человек по признакам человеческим, а erectus означает «прямоходящий». И вот после многих этапов в сторону отошел неандерталец. Это было примерно 300-400, возможно, 500 тысяч лет назад. Хотя есть разные данные, пока мало кто знает. Нет, человек разумно появился примерно 200-250 тысяч лет назад. И вот ДНК-генеалогия дает датировки, когда сравнивают с шимпанзе, и с человеком современным дает датировки 5 миллионов лет назад. То есть так, как примерно антропологи предполагают. А для общего предка Homo sapiens дают 210-240 тысяч лет назад. Где он появился? Неизвестное. Самые древние костные останки Homo sapiens нашли в Европе. Это датировки 45 тысяч лет назад. И нашли Юго-Восточной Азии, подревнее, 80-120 тысяч лет назад. А вот, так сказать, с Африкой ситуация намного сложнее. Вот эта байка, которую человек появился древнейший в Африке, когда начинает вчитываться, если убрать журналистские всякие фантазии, то там начинаются сложности. Потому что, да, там нашли костные остатки 190-200 тысяч лет назад, но эти все Homo sapiens трудные, потому что, во-первых, у многих нет лесовых костей. А важно, как выглядела структура вот черепа, а именно лица. Далее, как правило, там масса архаики, архаичных особенностей. А у ученых академически есть правило, что архаика к Homo sapiens не относится, иначе непонятно, куда ее тянуть. Может, до Homo erectus тянуть архаику. Так вот, не должны быть археологические линии, а должно быть анатомически современный человек. А такого в Африке только 36 тысяч лет назад. В Европе, в фотографии, 45 тысяч лет назад. Далее, вот Костенки, 40-45 тысяч лет назад. Снегири 20-25 тысяч лет назад. А в Африке 36 тысяч лет назад. Моложе, чем в Европе, на самом деле. И вот здесь идет большая околонаучная борьба. Потому что тем, кто... Смотрите, какая дающая сила тем, кто пытается доказать, что те, кто в Африке нашли кого, это именно Homo sapiens. Потому что если доказать, это всемирная слава, это выборы в Академии наук, в общем, других разных национальных Академий наук. Поэтому из кожи он лезет, чтобы показать, что якобы это были Homo sapiens. Но что здесь хуже всего? ДНК их неизвестны. И вот я предсказываю со всей ответственностью. Если взять ДНК в свое время когда-нибудь, померить у этих вот 200-300 тысяч лет назад, то у них ДНК будет такая, что ни один современный человек и близко нет. Данных у меня, конечно, нет. Но дело в том, что пока мы не показали, что эти древние люди имеют такие же ДНК, как Homo sapiens известную, все это болтовня. Поэтому все эти там лицевые кости и так далее, это ерунда. Так вот, значит, более того, пару дней назад появилась статья о том, что нашли на севере Африки кости, датировка 15 тысяч лет назад, и тут же газеты запестрелили. О, там выходец из Африки, это древний африканский человек. А дальше, как говорил известный персонаж, хотели как лучше, получилось как всегда. На самом деле, гоплогруппа этого, то, что нашли 15 тысяч лет назад в Марокко, это гоплогруппа Е. Это не африканская гоплогруппа. Это гоплогруппа, скорее всего, ближневосточная. И вот и на востоке Африки нашли 8 тысяч лет назад кости гоплогруппа Е, и 4 тысяч лет назад гоплогруппа Е, а те, что нашли тысячу лет назад, и 500 лет назад, вот у них африканская якобы гоплогруппа А. Ну, это тысячи и просто 500 без тысяч, пять сотен лет назад. А вот повторяю, те, что считали, что это африканские, они не африканцы. И действительно, есть уже масса данных, что на сети гоплогрупп со всего мира буквально, они передвигались в Африку, видя там что-то им там, их там манило. Может быть, климат был лучше в те времена, а сейчас как-то мало особо тянутся в Африку. Хотя вот на юге Африки, Южноафриканская республика, там, понятно, европейцы живут. Так вот, значит, почему помещают все-таки наши предки в Африке? Это отдельный разговор, я об этом уже говорил. Если будет вопрос, я расскажу, как появилась эта байка, что общий предок не африканцев жил в Африке. Так что здесь ерунда, на самом деле, это все, говоря таким простым ненавучшим языком. Геномные данные, которые это якобы показывают, это все подтасовки, потому что, ну как, вот берут геном африканцы, и берут геном не африканцы, и показывают, смотрите, они одинаковые. Ну так это означает, что либо не африканец пришел в Африку, либо африканец пришел из Африки. Как можно односторонне, таким полупроводником, говорить, что раз одинаково, значит, непременно в Африке. Причем, когда выяснилось, кого брали геномы-то, берут египтян, но которые формально африканцы, на самом деле, их предки пришли в Африку, у них все не африканские галпоргупы, и начинают, вот смотрите, у египтянина такого-то геном похож с тем, что вот в Азии, а именно на Ближнем Востоке. Вот это показывает, что древние предки шли из Африки, вышли как раз северным путем, через Египет прошли на Ближний Восток. Но это позор, а не наука. И вот это современная академическая наука, и вот это изучение генома, и дает вот такие вещи, что это парфанация полная, это гадание на кофейной гуще, кстати, через пару недель, ну через три недели будет статья на переформате, которая показывает, как геномные популяционные генетики, как они показывают, что якобы то или это близко друг к другу, совместимо, или куда якобы шли миграции. Но это, на самом деле, повторю, это позор для современной науки. А вот на этом тогда я сейчас закончу, на такой оптимистической фразе. И с удовольствием попытаюсь ответить на вопросы, а остальное потом в следующей передаче. Спасибо за эту часть. Ну что ж, хорошо. Оптимизма привнесли, да. Тот чат забурлил. Чат забурлил, как только про Мартышек стали разговаривать, все. Ну я понимаю. Вспенилось сразу все. И версии покатили разные. Ну что ж. Вы знаете, у меня вот есть как раз начало ответа на вопрос по поводу версии из Бурлила. Вот, понимаете, российские слушатели и зрители, он вообще человек интересный. Это не просто хомо сапиенс, человек разумный, а там нужно раз пять добавить разумный после этого, ввести новое слово в антропологию. Вот когда они читают какие-то веды, непонятно откуда взявшиеся, которых и близко нет к индийским ведам. И вот там какие-то X-арии, K-арии, какие-то там, я не знаю, откуда это взятое. И вот они верят. А когда им даешь научные данные, вот метки в ДНК, что макака, там горилла, орангутан, там шимпанзе, человек, они почти идентичны, то есть там разница один-вапрот. Они не верят. Для меня это загадка. Как можно верить в какую-то ахинею и не верить в объективные научные данные. Вот поэтому моя задача, об этом и говорить. Где ахинея, а где научные данные. Хорошо. Хорошо, что на эту тему говорим. Причем вот эти вот, которые данные из вед вы назвали, я даже не понимаю, откуда источники, что это за веды такие, которые вот вы назвали. Я таких даже вед не встречал. Мне было бы интересно ссылочку, чтобы я тоже... Я понимаю. А то я отстал, наверное, как-то. Да, так вот, когда мне пишут вопросы, там начинается вот и х, там каарии какие-то, я не знаю. Я пишу, где вы это взяли? Дайте мне ссылку, откуда это появилось. А мне дают ссылку на Левашовы. А, все, я понял. Там не х, а хорийцы, дарийцы. Это имеется в виду. Все, я понял. Ну, наверное, да. Все, я понял. Так что вот такая вот интересная история. Я говорю, где вы мне... Возьмите, дайте мне индийские веды, где вы вот эти катамы и хаари, где есть. Нет такого, конечно. Это какая-то, понимаете, удивительная просто. Ну, здесь, наверное, не надо так однобоко подходить. Здесь стоит более широко, по-научному подойти. А научный подход требует не просто так, чтобы прислал эту маленькую статейку и сказать, правда, неправда, здесь нужно покопаться более глубоко, потому что я, конечно, с уважением отношусь ко многим писателям и тем, которые русскую культуру нашу продвигают, в том числе и упомянутого Левашова покойного, но здесь нельзя сказать однозначно «да» или сказать однозначно «нет». Здесь, наверное, надо более глубоко погружаться, точно так же, как вы погрузились глубоко в свое направление и досконально это изучили. Теперь просто рассказывать так сходу, с листа, вот так вот раз на эту тему. А есть люди, которые туда погружались, они так же легко разговаривают. Вопрос другой. Где совпадение? Да, сейчас я перебью, прошу прощения. Раз уж речь пошла о научном методе, он довольно простой или наглядный. Научный метод или научный подход тогда, когда можно проверить и перепроверить представляемые данные. То есть нельзя просто взять какой-то там писателя или того, кто сказал в сети, или того, кто что-то выставил, а надо, чтобы это были верифицируемые источники, проверяемые. И вот если это дошли даже, допустим, какие-то есть индийские веды, которые кто-то, как из рукава, из рукава, в этот индийские веды, вот там это написано. Значит, нужно, чтобы проверить, где, дать ссылку, номер инвентарный, библиотечный номер этих вед, дать цитату. И когда начинаешь этим заниматься проверкой-перепроверкой, то все это дело начинает сдуваться, потому что, оказывается, источника-то нет. Кто-то из пальцев высосал и поехал, а народ легковерный, вот ему сказали, и он стал его повторять. Поэтому это означает, что вот люди, которые это повторяют, не обращаясь к исходным данным, это, ну, понимаете, у них с наукой, с научным подходом проблемы. Это вовсе не значит, что это плохо. Научный подход не обязательно должен быть всем присущ. Но дело в том, что масса баек, я как раз занимался в времени мормонами. Ну, как вот в мормонской библии, во что это упирается, что кто-то, так сказать, передал эти самые золотые листы, на которых все написано. Откуда золотые листы? А, ну, Бог передал. Понимаете, вот он, некий Смит, который, главный основоположник мормонов, он написал, что вот ему передал это Бог. Все, источники закончились. И там написано, что современные индейцы, американские, это потомки евреев. Ну, и близко нет ничего по ДНК генеалогии. Ну, раньше он сказал, что все поверили, ну, как, ну, действительно, евреи куда-то делись, там, 10 колен пропали. Вот они пришли, стали потом предками американских индейцев. И 200 лет в это верят. И вдруг раз, и близко нет, все, сдувается концепция. Поэтому давайте мы все-таки, говоря о научном подходе, мы будем говорить, а вера-то одно. С верой нужно идти в церковь. Но не в науку. Наука требует к росту, так сказать, проверки, перепроверки перекрестной, источников и доказательств. Вот поэтому, если кто их предоставит, я буду счастлив узнать, что, оказывается, были всякие там К и Э и Х арии. И я непременно об этом расскажу с уважением и с верой в следующей передаче. Хорошо. Хорошо. Я полностью согласен, что наука – это то, что можно проверить и повторить. Очень часто бывает так, что многие данные на сегодняшний момент уже уничтожены. И мы с этим уже неоднократно сталкивались и в эфирах это обсуждали. Поэтому вот когда это касаемо какой-то раскопки, которые, например, 20, 40, ну, даже, может быть, 50 тысяч лет, здесь еще можно об этом говорить. А когда вот то, что вы отнесли к индийским ведам, на самом деле, там они относятся к неиндийским ведам, насколько я помню, то в этом случае там уже сотни тысяч лет. И как там чего проверить, учитывая, что там были какие-то катаклизмы. И вот лично у меня на участке, вот можете приехать к ним в гости посмотреть, когда колодец ребята копали, колодец, обычный колодец, вот под Москвой, да, 17 метров глина. Вот они копают эту глину, копают, копают, воды нет, воды нет, воды нет. Потом раз, докапываются, и там бурлячка пошла. Они наткнулись на подземное русло. И выскакивает тут как черти. И в руке он держит ветку, ветку, целое дерево, ветку. Размером, ну, примерно сантиметров 5 диаметром. То есть я, когда ее в руки взял, они копали зимой, то есть на мороз ее положили, она замерзла, но и осталась. Она настоящая ветка, ну, вот я не знаю, какое дерево, похоже чем-то на березу, светленькая такая. И смотришь, она нисколько не повреждена. То есть она в воде вон там лежала. Но как только я ее сохранил, хотел показать, прислать там на исследование и так далее. Под 17 метрами глины. Откуда взялась эта ветка? И откуда взялась чернозем, взялся там. То есть они докопались до чернозема. И это по всему пласту, все соседние деревни, и именно то же самое происходит. Везде чернозем по 17 метрами глины. То есть, видимо, было какой-то катаклизм, который несколько, может быть, столетий, а может быть, тысячелетий что-то завалил. Вопрос, как можно туда докопаться, что-то найти? Поэтому здесь вот со всем уважением к археологам нашим бывают такие казусы интересные. И мне рассказывал один товарищ, который приехал с раскопок где-то года два назад. Он говорил, очень интересный момент. Вот мы копаем вот здесь. Здесь нам указали. Вот тут должно быть вот это. Там показали нам вот эти вот люди известные. Мы копаем, да, на самом деле находим представителей вот этой самой культуры. А потом что-то случилось такое. Приехали студенты к нам на помощь, да. Ну и нечего делать. Типа давайте вот там в 10 метрах покопать. Они начали копать и наткнулись на пласт совершенно другой культуры. А у нас глаза так открываются. Что делать? С одной стороны, если мы сейчас скажем, что пласт другой культуры, мы поставим крест на себе, потому что нас спонсируют люди, которые нас послали вот за этой культурой. И вот эта культура, которую рядом нашли, она противоречит. Мы этих студентов оттуда отзываем. Говорят, ребята, вы молодцы, все покопали. Вот мы это все изучим. Мы понимаем, что они нашли, они не понимают. И получается, что вот археология, вот если здесь копает, они видят только то, что накопали. А то, что, например, в 10 метрах или в 100 метрах, это неизвестно. Это может быть совсем то, о чем вы рассказывали. Вот тут паспорт СССР, тут паспорт ИРФ одновременно. Тут еще что-то перемешалось все. Было очень много катаклизмов, которые сейчас, вот опять же, когда изучаем мы, дома, занесенные по одному, по два этажа, тот же самый Рим. Фотографии можно посмотреть, видео снято, которые ребята откапывают, они удивляются. Ого, тут целые этажи с окнами под землей. Зачем там окна нужны под землей? 4, 5, 6 метров и так далее. То есть здесь все намного интереснее и сложнее. Почему я говорю, что вот так вот просто отталкиваться, что это ерунда, наверное, не стоит. Нужно подходить именно научно и как-то вот постараться нам в них найти что-то. Нет, то, что вы сказали, никакой ерунды нет. Я вообще не вижу, что тут науке может противоречить. Во-первых, то, что катаклизмы были. Естественно, это не открытие, не новые слова в науке. Естественно, были. Я сам об этом писал, причем о планетарном катаклизме, который был примерно 64 тысячи лет назад. И ничего удивительного нет. Единственное, то, что культуру одну копали, а другую выкопали, да ради Бога, такое слуководное бывает. То, что ветка, которая попала в протоке на 17 метрах, но вполне возможно, что где-то это выходит наружу, этот поток. И ветку оттуда принесло сюда. Исключено. Я говорю просто, например, я же не говорю, исключено. В науке тоже нет такого, что исключено. Надо просто это проверить, и все. Поэтому тут, понимаете, в науке, почему я говорю, что должно быть перепроверяться сведения. Если сведений нет, они уничтожены, значит, их нет в науке. Я же не говорю о том, что это было, не было. Вопрос не так ставится. Вопрос ставится, что если вы с этим, то, что не было, входите в науку, это за пределами науки. Вы можете сказать, что там были внеземные цивилизации, они прилетали сюда. Если нет данных конкретных, а потом улетели, следов не оставили. Ну, понимаете, так можно что угодно рассказывать. Поэтому это не есть научный подход. Наука ограничена, она ограничена себя тем, что можно предъявить, показать и обосновать. То, что не ограничено, за пределами науки. Естественно, это может быть. Там могут быть всякие заговоры, шаманы. Я думаю, что любые люди могут рассказать, как их в детстве. Там какие-то бабушки заговорами излечили о каких-то жутких болезнях. Но пока это не показано достоверно, это оказывается разговорами вне науки. Собственно, эти люди в науке не лезут. Они рассказывают, что вот излечили всё. Поэтому это не есть наука. Есть маленький процент, который включает в себя науку. А есть 90% разных разговоров, которые к науке отношения не имеют, пока это науку не заинтересует. Пока нет востребованности от науки в этом отношении. И пока не будет конкретных данных. Поэтому не надо путать то, что где-то что-то могло быть. И то, что наука решила включить это в свой научный арсенал. Это разные вещи. Поэтому давайте мы действительно не будем тут обсуждать. Это такие основополагающие вещи. Давайте мы перейдём тогда к вопросам. А ваш рассказ, естественно, принял к сведению. Вот за что, Анатолий Алексеевич, уважаю и люблю. Так вот прямо по-настоящему, как он, научного деятеля. Потому что вот именно расставление всеточной надеи. Не отрицание, а разговор идёт о том, что да, возможно, это было. Возможно, какие-то предания сохранились. Но до тех пор, пока нет фактов, опираться наука не может. Вот когда будут какие-то факты, таблички наука получит, скрижарит, получит. Какой-то, может быть, зуб какого-нибудь там человека, пропредка славяна Арии, в котором миллион лет, я не знаю. Вот тогда наука сможет об этом говорить. Пока... Естественно. Я вот почему просто поддерживаю. Потому что есть предания. Да, предания прекрасные. И они, национальный дух, то, что сейчас называют современным словом, языком, поднимают все белые, вот то, что называется белые расы. Да, опять же, современным языком говорю. Кто знает, тот поймёт, почему я уточнение белой расы делаю. Вот. А есть наука. И вот наука, это такая строгая штуковина, которая вот только опирается на факты. Вот факт будет, мы его будем изучать. Не будет факта, изучать нечего. Но до тех пор... Конечно, вот представляете, вот перейдём на спорт. Вот есть чемпионат мира, есть мировые рекорды. И вот кто-то пишет, что у меня вот соседский мальчик пробежал 100 метров там за 5 секунд. Ну, не будет же тут же ему давать звание чемпиона мира. Ведь даже нужно перепроверять. Нужно, чтобы этот мальчик приехал там, куда надо. Чтобы по всем правилам пробежал эту 100 метровку. И поэтому там то же самое. Научные результаты, они себя ограничивают только тем, что работают по правилам. Правила, конечно, их можно уродовать, можно, как вот недавно было с Олимпиадой, их можно искажать, их можно, опять же, ангажировано менять. Но с другой стороны, есть спорт современный. Не зря ведь там всё расписано по правилам. И в футболе, и в хоккее, и в беге. Нельзя, чтобы кто-то сказал что-то, или пробежал где-то не по правилам. Да, где-то промчался, и там кто-то, соседи сказали, и всё. И включать это в современный спорт. Вот то же самое в науке. Надо просто понимать, что, понимаете, пробежал мальчик за 5 минут, может быть, я же не говорю, что это враньё. Может быть, но это должно быть при свидетелях, которые, свидетели, так сказать, официальные, с протоколом, по всем правилам, что дорожка была размечена и так далее. Поэтому здесь, я думаю, это важный момент, когда люди пишут, вот я уже упоминал, мне много присылают, что нашли там где-то кто-то, там 5-метрового, 6-метрового, там 8-метрового человека, кости. Я пишу, замечательно, может быть, пришлите мне фотографию этих костей, заверенную сотрудникам местного краеведческого музея, желательно научным сотрудникам. Всё. Я ни в одном случае, переписка дальше не продолжалась. Вы понимаете? Хотя можно сказать тут же, ну как же, ну как можно не верить? Я верю, но я, как научный сотрудник, обязан эти вещи перепроверять. Поэтому мы всегда ходим иногда по той тонкой такой жердочке, когда начинаем смешивать научный подход с общими разговорами, якобы свидетельствами. Вот я вам приведу хороший пример, я думаю, он имеет отношение к нашей разговору. Вот есть мифы Библии, мифы, сказания. Они наверняка основаны, по крайней мере, некоторые на древних данных, на наблюдениях, на свидетельствах. Но по Библии, держа я в руках, нельзя сказать, что верны, что неверны. Некоторые считают ничего неверны, некоторые считают всё верны. А я, как научный сотрудник, взял простую вещь. Я решил перепроверить, есть ли общий предок у арабов и евреев. По Библии, да, это был Авраам, общий предок, армян, вернее армян, значит, евреев и арабов. У него, у Авраама был сын, значит, старший сын Измаил, он же Ишмаэль, а младший сын был Исаак. И вот, значит, по Библии, Исаака, вернее, Измаила изгнали из семьи, он там насмехался над младенцем, значит, и он ушёл и повёл свою линию. И отсюда получилось, как Библия, 12 князей из линии Измаила. И многие пишут, что это были арабы, что это были арабские князья, и пошла линия арабов. А у евреев линия, пошла Тесаак, у него был Иаков, и оттуда пошли те самые колены Израилевы. Значит, по Библии вроде как должен быть общий предок. Так что я сделал, я взял сотни, ну, выборку большую, сотни наугад гоплотипов, это вот ДНК, метки арабов, и сотни евреев. Их перемешал и построил генеалогическое дерево, то есть это компьютер строит, основываясь на сходстве. И получилось, что все ветви идут независимо друг от друга, а одна, самая пушистая ветка, самая древняя, она общая для евреев и арабов, и она ведет к одному общему предку, который жил 4 тысячи лет назад, и легко считается почвом мутации. Вот 4 тысячи лет назад жил общий предок евреев и арабов. Значит, в этом отношении, вот это место в Библии, оно научное, верифицированное, оно проверенное. И не зря я получал массу писем как раз, которые восторгали, что это первый факт Библии, который был подтвержден наукой. А вот тем, что Иисус превращал воду в вино, вот тоже могло быть, наверное, да, так изначально. Но давайте поставьте контрольный эксперимент. То есть если это только потому, что у него была божественная сила, контрольный эксперимент не получится. То есть это уже непроверяемо, это неверифицируемо. А значит, это не входит в науку. Понимаете, критерий очень простой. Либо это может... А вот до моих опытов никто не знал, так это или нет. Был ли общий предок арабов и евреев, когда он жил. То есть были-то соображения разного рода по понятиям. Но данных-то не было. Почему опять призываю? Когда вы обижаете, что вот нам не верят? Нет, мы верим. Нужны конкретные проверяемые данные. Когда про Иисуса начали говорить сразу, давайте Иисуса пригласим в лабораторию. Нет, не обязательно. Пусть будет его заместитель, пусть будет наместник, пусть будет его посланец, пусть будет какой-нибудь там, я не знаю, священник, всеми уважаемый, который считает, что его рутся, его направляются в божьи силы. Ради Бога. Все может быть. Пусть превратит. Тогда это тоже станет научным фактом. Понимаете, то же самое проверяли там столоверчение, там раньше и прочее. Ведь Менделеев был начальник комиссии, которая проверяла, есть ли факт столоверчения. И Менделеев пришел к выводу, что нет, это они не смогли его зафиксировать. В заключение, чтобы уже к второй части перейти, значит, вот посыл такой посылаю. Друзья, когда вы слышите от научного сотрудника какие-то слова, которые не совпадают с вашим представлением в этом мире, это еще не говорит о том, что он, например, плохой или какой-то враг русскости или что-то еще там. Сейчас у него рога там вырастут и хвостик появится. Нет, идет разговор в данном нашем эфире, идет разговор про научный подход. Поэтому, естественно, что кое-кто, и мы об этом уже в нескольких эфирах говорили с Анатолием Алексеевичем, не заинтересован в том, чтобы русскость достать из древности и положить на стол, чтобы все и увидели, какая она была на самом деле. Многое, что зарывается, покрывается каким-то там слоем пыли, где-то там хранится, марается и так далее. Поэтому многие, опять же, об этом разговор, что-то закапывают, что-то уничтожают. Давайте по-другому подходить. Если у вас есть доверенный человек в науке, вы придите, покажите ему свою научную находку. Просто придите и покажите. Это может быть ученый, которому вы доверяете. Это может быть сам Анатолий Алексеевич. Пришлите ему там какой-то образец. Скажите, вот, Анатолий Алексеевич, вы сомневались, что хариться-дариться существует? А вот у меня, вот смотрите, вот это и есть. Вы сомневались, что это он, смотрите, есть. Он это возьмет, поскольку честный человек, который за Россию, за матушку, и всем вообще готов, мне кажется, когда общаюсь, готов вообще все отдать. Так вот, просто возьмите и пришлите, и он, как честный человек, скажет, а меня обманывали, мне давали другие данные, а вот тут я смотрю, что правда, где нашли, пойдемте посмотрим вместе. С интересом отнесусь. Сомневаюсь, но с интересом отнесусь. Да, поэтому, если это будет с точки зрения науки доказано, тем самым вы сделаете прорыв вообще в научном направлении, Анатолий Алексеевич подтвердит это, представляете, что это такое начнется, а сейчас разговор о том, вот он там что-то говорит, меняет, да ребята, можно так, как маленькие дети, плакаться, давайте науке предоставим факты. Наше представление о вере, о мифах, о каких-то преданиях, это наше представление, но наука, как уже было объяснено, подходит с другой стороны, необходимы конкретные данные. И не будем плакаться, что нас зажимают, давайте открывать свое, давайте доставать свое, давайте исследовать свое, но никто же не запретит нам это делать. Ну, зарыли в одном месте, ну, придите в другое место покажите, там, где доверяете. Ну, проще надо быть просто в этом направлении, а не просто плакаться, как маленькие дети. Все, переходим. Конечно, согласен, согласен полностью. Переходим уже к второй части, ответы на вопросы, так что вопросов больше не принимаем, достаточное количество, будем обсуждать то, что и уже получено. Народное славянское радио. Для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части.